Добрый день! Меня зовут Ирина Фёдоровна Гурская, старший преподаватель кафиры теории и практики физической культуры, спорта и туризма. Сегодня вам будет предложена лекция по дисциплине экскурсоведения, тема лекции «Сущность экскурсии». В всю историю отечественного экскурсоведения существовало немало различных определений экскурсии, отражающих её сущность. В конце XIX века экскурсию определяли как проходку, прогулку, выход на поиск чего-либо для собирания трав и прочее. Один из основателей отечественного краеведения Анциферов в 1923 году понимал экскурсию как прогулку, ставящую свои задачи изучения определенной темы на конкретном материале, доступном созерцанию. А вот профессор Райков рассматривал экскурсию следующим образом. Под экскурсией мы разумеем изучение объектов в их естественной обстановке, локальный принцип, и в связи с передвижением своего тела в пространстве, используется моторный принцип, вот эти два принципа, то есть локальный принцип и моторный принцип, тесно между собой связаны и составляют сущность экскурсии, моторность и локальность, душа экскурсии. В советскую эпоху экскурсии были срезом так называемого воспитания коммунистического, которое имело синтетический характер и включало воспитание любви к партии, вождям, революции, атеистическое воспитание, непримиримость к буржуазному миру. Определение школьной экскурсии данной родины с Исоколовским в работе экскурсионной работы по истории несет в себе соответствующий идеологический отпечаток. Они определяли экскурсию как особую форму учебной и внеучебной работы, в которой осуществляется совместная деятельность учителя, экскурсовода и руководимых им, школьников, экскурсантов в процессе изучения явлений действительности, наблюдаемых в естественных условиях, или специально созданных, хранилищих комплекций и служащих целей, опять же, коммунистического воспитания. И, наконец, в начале 21 века экскурсия определяется как целенаправленное освоение действительности через аудиовизуальное ознакомление с тематическими объединенными объектами на местности и с помощью экскурсовода. Существует очень много сейчас определений, что такое экскурсия, но, тем не менее, суть все-таки сводится к одному, и вот как раз по мнению Емельянова, одного из известных и очень популярных экскурсоведов, «Определение экскурсии дается как методически продуманного показа достопримечательных мест, памятников истории и культуры, в основе которого лежит анализ находящихся перед глазами экскурсантов объектов, а также умелый рассказ о событиях, связанных с ними, достаточные и не раскрывающие в полной мере ее сущности». Ученые считают, что экскурсия – это сумма знаний в специфической форме, сообщаемой группе людей и определенная система действий по их передаче. Ну и вот такое более общее определение экскурсии можно вывести, что экскурсия прежде всего – это процесс наглядного познания окружающего мира, особенности природы, современной исторической ситуации, элементов быта, достопримечательностей определенного города или региона, заранее избранных объектов, которые изучаются на месте их расположения. Для того, чтобы показать объекты, необходим также тематический маршрут с целью посещения достопримечательных объектов и местности. «Чтобы определить сущность экскурсии, мы, конечно же, должны знать, какие цели стоят перед экскурсией, какие существуют формы проведения экскурсии. Вот как раз на табличке, на слайде вы это видите. Существует несколько целей, они достаточно обобщены. Нельзя сказать, что только одна цель может присутствовать в отдельной экскурсии. В отдельной экскурсии может присутствовать несколько целей, так, например, как культурно-просветительное, отдых, отдых и культурно-воспитательное. Эти цели могут быть объединены в учебное и научное. Соответственно, в каждой поставленной цели есть задачи. Они также указаны на слайде, указаны в табличке. Примерно каждой цели и задачи соответствуют и определенной форме проведения экскурсии. На следующем слайде представлена схема экскурсионного процесса, которая также определяет сущность экскурсии. Но не только определяет сущность экскурсии, но и является средством и инструментом для достижения целей и выполнения поставленных задач в экскурсии. Итак, схема экскурсионного процесса представлена таким образом. Экскурсовод, который выдает какую-то определенную информацию, а, скорее всего, он руководит экскурсантами, которым он помогает увидеть, услышать и ощутить в ходе экскурсии то ли иное явление, какой-то предмет или объект. И только после этого экскурсант, когда осуществляет эти действия, он овладевает определенными навыками в зависимости от экскурсии. В ходе экскурсионного процесса экскурсовод помогает экскурсантам таким образом увидеть объекты, на основе которых раскрывается тема, услышать об этих объектах необходимую информацию, ощутить величие подвига, значение исторического события, овладеть практическими навыками самостоятельного наблюдения и анализа экскурсионных объектов. Одна из задач экскурсии – выработать у экскурсантов отношение к теме экскурсии, то есть дать какую-то определенную оценку. Что такое дать оценку? Дать оценку – значит составить представление о каком-либо, чем, о чем-либо, определить значение характера, роль кого-нибудь или чего-нибудь, признать чьи-то достоинства, положительные качества. Оценка экскурсии – это выводы экскурсантов, которым его подводит экскурсовод. Таким образом, делая выводы, экскурсанты получают определенное умозаключение о чем-либо, у них завершается таким образом процесс познания чего-либо, и они дают и оценку, и овладевают тем самым, и навыки. Признаки экскурсии. Признаки экскурсии бывают двух типов. Это общие и специфические. Общие признаки обязательные. Общие признаки обязательные для любой экскурсии. Для того, чтобы называться формой передачи какой-то информации или воспитания экскурсии, она должна обладать определенными признаками. Как раз вот обязательными, общими признаками. Емельянов выделял вначале шесть признаков. Ну вот в последних изданиях добавился еще один признак. Итак, основные семь признаков экскурсии, которые ее определяют как одну из форм, опознание, форм воспитания и так далее. Итак, первое. Это наличие экскурсантов. Будь это группа или отдельные личности, индивидуалы. Наличие второй признак. Наличие квалифицированного экскурсовода, проводящего экскурсию. То есть специалиста, специально подготовленного. Протяженность экскурсии во времени должна занимать от 45 минут до 3-4, может быть, немного больше часов. Протяженность экскурсии в пространстве обязательный признак. То есть это движение участника в экскурсии по заранее составленному маршруту. Пятый признак. Показ экскурсионных объектов на месте их естественного или искусственного. Это может быть в музее на выставке расположения. Шестой признак. Целенаправленность проведения экскурсии. Наличие темы в процессе раскрытия которой решаются задачи экскурсии. И последний признак – активная деятельность участников экскурсии, экскурсовода и экскурсантов. Что же относится к специфическим признакам экскурсии? Экскурсии бывают по своему виду, по своей квалификации различные. Это могут быть транспортные экскурсии, пешеходные, музейные, производственные. Классификации экскурсии будут рассматриваться в следующей теме лекции. А сегодня, тем не менее, какие же признаки специфические могут быть в экскурсии? Например, если это автобусная экскурсия, то обязательно должен быть выход из автобуса для осмотра памятников. В музейных экскурсиях своя особенность – знакомство с материалами происходит на стендах. И производственные экскурсии, где обязательно наблюдается демонстрация действующих объектов. То есть мы с вами можем видеть, как работают станки, агрегаты, какие-то отдельные механизмы, возможно, как происходит какой-то процесс в какой-либо лаборатории и так далее. Принципы экскурсии характерны, наверное, не только для экскурсии, но и для любого, для многой информации, которая преподносится для людей, для учащихся и другой части населения. Итак, какие бывают принципы в экскурсии? Принцип научности. Без этого принципа, в общем-то, экскурсия не может состояться. Она должна быть всегда быть… Любой факт должен быть всегда обоснован. Итак, принцип научности – один из основных в экскурсионном процессе. В соответствии с ним содержание экскурсии должно излагаться в соответствии с данными той или иной науки. Факты, события, теоретические положения должны даваться в научной трактовке и объективно оцениваться. Следующий принцип – связи теории с жизнью. Материал экскурсии должен быть связан с жизнью, с современным этапом развития страны, города, района. Принцип объективности. Информация, излагаемая экскурсоводом, должна соответствовать действительности, быть свободной от субъективных взглядов тех или иных исследователей на развитие истории и культуры. И принцип доступности. Экскурсионная информация должна быть доступной для восприятия потребителем. Особенно это важно при дифференцированном подходе к экскурсии и экскурсантам. В функции экскурсии существует пять основных функций. Они могут подразделяться еще на другие. Но, тем не менее, мы с вами рассмотрим только основные функции. Функция научной пропаганды, функция информации, функция организации отдыха, функция расширения кругозора и функция подготовки и переподготовки кадров. Теперь более подробно о каждой функции. Функция научной пропаганды. В чем заключается? Во-первых, функция научной пропаганды должна обладать четкой направленностью. Функция научной пропаганды предполагает распространение политических, философских, научных, художественных и других взглядов, идей и теории. Данная функция основана на принципах идейности, связи с жизнью, доходчивостью и убедительностью. Доходчивость и убедительность – это тоже одно из важнейших требований функции научной пропаганды на экскурсии. Следующая функция – организация культурного досуга. Обеспечивает удовлетворение и формирование духовных потребностей человека. В чем заключается суть этой функции? Суть ее заключается в том, что при организации досуга, организации экскурсии, например, в музей, на выставку, на предприятие, человек получает не только организуется его досуг, но он также и получает определенные какие-то знания, эмоции. Таким образом, происходит удовлетворение его духовных потребностей. Функция расширения культурно-технического кругозора – это одна из важнейших функций, особенно она важна в проведении экскурсии для специалистов какого-то определенной области знаний, а также для обучающейся молодежи. Участники экскурсии получают знания по истории в области искусства, архитектуры, литературы, экономики. Экскурсия конкретизирует знания экскурсантов, помогает им увидеть то, что они знали по письменным источникам или школьным программам из лекции. Функция формирования интересов человека – это формирование интереса экскурсантов в конкретной отрасли знаний. Такая функция очень популярна на экскурсиях для школьников или для обучающейся молодежи, особенно для подрастающего поколения, когда формируют и носят такие экскурсии профориентационный характер. А также они действительно формируют знания и интерес к какой-то отрасли знаний – к физике, к химии, к истории, к искусству и так далее. Каждая конкретная экскурсия может выполнять одновременно несколько функций. И мы с вами уже подходим к заключению нашей лекции. Последняя под темой лекции – это структура экскурсии, которая также определяет сущность экскурсии в целом. Структуру экскурсии мы с вами рассмотрим в двух аспектах, то есть у нас будут два подхода. С одной стороны, структуру экскурсии мы с вами рассмотрим как в целом процесс экскурсии, который проходит в несколько этапов. В основном это три основных этапа – подготовка экскурсии, проведение и подведение итогов. Подготовка экскурсии, в свою очередь, достаточно длительный период, и он обязательный в структуре экскурсии. Именно в период подготовки собирается основной материал, составляется экскурсионный текст экскурсовода, отбираются методические приемы. Проведение экскурсии – это уже непосредственная работа с экскурсантами. Здесь в основном уделяется внимание на место проведения экскурсии, на технику проведения экскурсии и подведение итогов, где идет обратная связь с экскурсантами. Но основная часть подведения итогов – это анализ проведения экскурсии, его восприятие, а также востребованность ее уже на методической секции, которая может быть при экскурсионном бюро или других учреждениях. Другой подход к экскурсии или к структуре экскурсии заключается в рассмотрении уже текста экскурсии, который подается и является одним из главных в структуре экскурсии. Состоит он также из трех частей – вступление, основная часть и заключение. На вступление в экскурсии обычно подается информация организационного характера, затем идет информационная небольшая часть, вступление состоит из двух частей. В информационной части мы предлагаем, говорим о том, о чем будет экскурсия, и какие главные подтемы будут раскрываться на ней. В основной части раскрывается уже подтема экскурсии и устанавливается между ними обязательно по структуре логическая связь. Эта логическая связь может прослеживаться в логических переходах или формальных переходах от одной подтемы к другой. В заключении экскурсии подводится итог экскурсии. Перед экскурсантами могут задаваться какие-то определенные вопросы, или же экскурсанты могут задать вопросы экскурсоводу. Ну и также вторая часть, наверное, в заключении, сейчас в силу как раз нашей рыночной экономики, носит такой коммерческий характер, где вы предлагаете уже и делаете рекламу и другим услугам, которые предоставляет ваше экскурсионное бюро. Вступление и заключение по своей продолжительности небольшие. Вступление обычные 2-5 минут могут заключать, и заключение 5-7 минут. На этом наша лекция подходит к завершению. Итак, мы с вами сегодня рассмотрели тему, первую тему нашего курса по экскурсовению «Сущность экскурсии», где мы с вами ознакомились с признаками экскурсии, с функциями экскурсии, со структурой экскурсии, а также с определением экскурсии, которую давали экскурсоведы в разные периоды времени, начиная с 19-го, 20-го и современное определение экскурсии, которые дают нам современные наши ученые, в том числе такие, как Емельянов, казахстанские ученые, такие, как Егафаров, ну и, конечно же, многие-многие другие. На этом я заканчиваю лекцию. Всего вам доброго. До свидания.